С Городом. Радио. Болтком. Утро на Болткоме. Да, ещё раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Абекеркин Александр Шунин. Утро на Болткоме. Сейчас нас в эфире, как мы и анонсировали, как, в принципе, обычные... Никита Троянский. Да, представитель бюро вакцинации, или отдела вакцинации Национальной службы здоровья. Никита, доброе утро. Мы вас слышим, но я, например, не вижу. Да, ну, я вижу. Да. Никита, доброе утро. Такой вопрос, я думаю, ожидаемый. Вот есть ли больше понимания, может, время всё-таки идёт? Вы тоже в своё время в эфире говорили, что будем надеяться, что в ближайшие недели появится более такая точная или более ясная информация о омикроне. Понятно, что это очень заразный вирус, который распространяется ещё намного быстрее, чем вот индийский штамм Дельта. Что-то ещё стало больше известно об этом омикроне? Да, да, вы меня сейчас хорошо слышите? Да, да. И видим, прекрасно. И видим, и слышим, да. Да, к сожалению, появились не совсем облегчающие данные из Великобритании, в которой этот штамм в Лондоне уже распространился выше 80% всех штаммов. Это именно омикрон. Выглядит, что течение заболевания не более мягкое. То есть пока что примерно одинаковый процент людей попадают в больницу после заражения как в случае Дельты, так и в случае омикрона. Пока что ещё рано говорить о том, насколько вакцинированные люди защищены от госпитализации. Это мы узнаем в течение этой недели. Выглядит, что вирус в три раза более инфекциозный примерно и эффективность вакцин против самой инфекции, к сожалению, очень низкая. Порядка 20% сейчас. Но мы видим, что после бустера у людей уже развивается плюс-минус хороший иммунитет в интервале от 50 до 80% защиты от инфекции. Так, чтобы было понятно, значит ли это, что те, которые полностью вакцинированы, ну мы ещё пока по-старому называем полностью вакцинированные, те, которые ещё без бустерной дозы, они могут заболеть тяжело. Мы сейчас не говорим о том, что они могут заболеть. Как мы видим, заболевают индийским штабом дельта тоже полностью вакцинированные. Ну, хороший вопрос, как я сказал, именно о защите от тяжёлой болезни и госпитализации у вакцинированных ещё данных нет. Я думаю, что всё-таки люди после двух доз достаточно хорошо защищены от госпитализации, несмотря на то, что низкий уровень антител, потому что мы знаем, что это именно Т-клетки, которые главный уровень защиты против госпитализации, они у вакцинированных после 6-9 месяцев на высоком уровне. Учитывая происходящее в Европе, учитывая происходящее, конечно же, в Латвии, ну, прежде всего, в Европе, где опять закрываются страны, вводятся локдауны, ужесточаются ограничения, что нам ждать на этой неделе? Будет принято решение о том, как мы проведём рождественские выходные и, наверное, новогодние. На ваш взгляд, остаётся ли нам надежда или надежда тает и надо готовиться к каким-то ужесточениям? Какой хороший вопрос, остаётся без ответа. Да, что-то у нас случилось, какая-то техническая... А, нет-нет-нет, вот. Извините, пожалуйста, у меня, видимо, что-то с интернетом произошло. Да, по поводу ближайшего будущего, вчера мы как бы обновили нашу математическую модель, чтобы включить в неё эффект омикрона и, к сожалению, выглядит очень плохо. Даже если омикрон госпитализирует меньше людей, чем Дельта, то, учитывая то, насколько он заразный и как много людей заразятся, даже если вакцины будут действенны против госпитализации, всё равно мы ожидаем очень большую зону госпитализации, даже больше, чем та, которую мы видели, когда били локдаун. Поэтому сейчас я вижу, что у государства два выбора. И очень сложный выбор. Значит, первый выбор — первое решение — это, значит, не впускать в нашу страну людей из-за границы, например, из Великобритании, чтобы предотвратить вход омикрона или очень интенсивно тестировать и пытаться жить в прежнем режиме и потом смотреть по ситуации. Другой вариант — это открыться, например, для Великобритании, но ввести комендантские часы, Рождество и Новый год проводить в кругу своего домохозяйства и опять же смотреть на развитие ситуации. Потому что если мы дадим омикрону встать вот на тем, не знаю, на наслед того распространения, которое мы видим в Великобритании, где раз в два дня увеличивается количество новых случаев, то тогда мы увидим 15 тысяч случаев, мне кажется, к началу февраля. 15 тысяч случаев каждый день. В этой связи Бюро вакцинации, отдел вакцинации, работаете ли вы с больницами? Известна ли вам готовность? Ну, вообще, как больницы себя ведут? Они же должны быть в курсе данных, которые показывают вашу математическую модель о тех вещах, которые нас ожидают в ближайшее будущее. Математическая модель, эти прогнозы появились вчера вечером, и уже сегодня с 7 утра у нас совещание, где мы презентуем результаты всем заинтересованным, чтобы люди понимали масштаб проблемы. И, насколько я знаю, Министерство здоровья подготавливало планы повышения мощностей больницы. Я помню, были разговоры об этом. Палаточные какой-то больницы. Но, понятное дело, ни в каком случае мы не справимся с тем нахлыбом госпитализации, который мы можем ожидать, если не будут приняты какие-то меры, и, во-вторых, если не будет увеличена интенсивность бустерных вакцин. В бюро вакцинации мы сейчас именно работаем на то, чтобы увеличить наши мощности, сколько вакцин мы можем вакцинировать каждую неделю. Да, вот я понимаю, такой вопрос задам, я понимаю, что вы не политик, вы эпидемиолог, и вы знаете, когда полицейским говорят, ну, те, кто выступает публично, им говорят, ну, что же вы все время нас, не знаю, пугаете, стращаете, туда не ходи, вот будет такое-то наказание, такое-то. Он говорит, ну, работа у меня такая, да, вот понятно, что у вас тоже такая работа, вы разносчик плохих новостей, но ведь все-таки у меня не покидает такое ощущение дежавю, вот когда начал распространяться, там, по-моему, британский штамм еще до Дельты, да, ведь, ну, тогда еще вакцин было совсем мало, или, может быть, их вообще не было, да, сейчас они как бы есть, и вы говорите, что да, вот появился омикрон, даже не исключено, там, не знаю, комендантский час, локдаун, несмотря на наличие вакцин, срочно буксерные, да, значит, ну, мы же не можем гарантировать, что через какое-то время в той же, не знаю, Южной Африке или еще где-то не появится очередной штамм, следующий там по алфавиту, и спустя полгода, ну, хорошо, год, опять мы будем с вами беседовать, я надеюсь, все будет в добром здравии, в декабре следующего года, и вы скажете, наша математическая модель говорит о том, что этот штамм, какой там он будет, следующий по греческому алфавиту, пи, неприличный такой, да, или следующий там дальше, р, какой-нибудь там, удольф, он еще более заразный, буквально 3 секунды, еще 10 человек заражены, мы опять вводим локдаун, да, но мы понимаем, что, конечно, там, средневековье, некоторые эпидемии по 10 лет длились, да, но мы же понимаем, что рано или поздно это должно каким-то образом, общество как-то на это должно начать реагировать, потому что, иначе это получается какой-то замкнутый круг, когда вы скажете, ну, да, третья вакцина, буксерная, очень хорошо, прошло 6 месяцев, давайте четвертую буксерную, и опять 90% должно быть охват населения, или 80%, ну, вы понимаете, общий смысл, да, я понимаю, что вы говорите, да, то есть, рано или поздно, они эпидемиологи, а политики скажут, большое спасибо, но тогда нам сразу нужно надеть белые тапки и ползти на кладбище, да, я понимаю, что вы говорите, я, мне очень не нравится быть вестником плохих новостей, их всегда не любят, просто надо думать, как нам дальше с этим существовать, потому что, мы не можем каждые полгода объявлять локдауны, мы не можем с этим сосуществовать в обычном режиме, к сожалению, если вы помните, я еще две недели назад говорил, что, в принципе, у меня позитивный настрой относительно омикрона, и как большая часть эпидемиологов, я поменял свое мнение достаточно кардинально, увидя то, как быстро он распространяется, данные из Южной Африки уже были не особо положительными, но мы видим в Великобритании, то есть, нам нужно менять мнение, когда приходят новые данные, и я согласен, что будущее очень неясно, но как вы видите какое-то вот решение, что не предлагать сейчас ограничения, когда я вижу, что через месяц или полтора у нас может быть в три раза больше людей в больницах, чем в самый худший момент октября. Я не знаю, что делать, кроме как ограничений и повторная вакцинация. Это единственное эпидемиологическое решение данной ситуации. Может ли что-то измениться, когда, наконец, будут уже доступны те два вида таблеток, которые действуют первые до пяти дней, и потом есть уже средства, зарегистрированные в срочном порядке Европейского Союза в тяжелых случаях. Я понимаю, что только начало этого процесса, потом будут появляться новые и новые медикаменты. Может быть, это как-то сдержит, потому что, ну как, с гриппом мы тоже сосуществуем, простите за такое слово. Ну, опять же, грипп выглядит, что в 10 раз менее заразный, чем омикрон. И, конечно, я думаю, что лекарственные средства, если вирус будет развиваться тем же вектором, что и сейчас, будут все больше и больше элементом профилактики тяжелого заболевания. То есть, мы абсолютно смиримся с тем, что будем все заражаться легко, но главное, чтобы это не перетекало в более тяжелую форму. Чтобы не было нагрузки на систему здравоохранения. Лежишь дома и лежи, ну я так совсем примитивно говорю, правильно? Чтобы не было госпитализации. но вот, видимо, с этим мы должны бороться. Именно самое страшное, насколько я понимаю, госпитализация, а не то, что энное количество людей будет там, не знаю, сморкаться и кашлять. Ну так я, совсем уж примитивно, да? Конечно, я исключительно в своих эпидемиологических прослуждения, смотрю на госпитализацию. Это даже не совсем правильно, потому что мы знаем, что и не попадя в больницу, каждый седьмой, десятый зараженный в легкой или асимптоматичной форме потом страдает от хронических недугов продолжительно. Но понятное дело, что из-за этого, видимо, мы не будем сейчас ждать локдаун. а, например, какая-нибудь Япония или Южная Корея не терпит вообще фактов заболевания как таковых. Если появляется заражение, то мы оцепляем место. Даже так, да? Ну, Китай, видимо, тоже пошел по этому пути, да? Мы о нем меньше знаем, да, так сказать, но Китай, да. Ну, опять же, мы с этого начали беседу, что Европа снова, в общем-то, идет вот этим путем ужесточения различных ограничений, введения локдаунов и так далее. Ну, нельзя не доверять математической модели. Видимо, в феврале уже омикрон станет доминирующим в Латвии тоже, да? Ну, я очень сомневаюсь, что сейчас наше правительство такую страну, как Великобритания, изолирует с точки зрения вот воздушного сообщения. Может быть, я не прав, да, но мне очень сомнительно. ЮАР мы можем ограничить, да? Вот Великобританию маловероятно. Ну, то есть... Большой вопрос, большой вопрос в том, считаем ли мы, что омикрон уже сейчас в Латвии распространяется между людьми? Если так, то тогда, в принципе, нет большого смысла ограничивать въезд из Великобритании. Плюс я понимаю, какой это удар по благосостоянию тех людей, которые последние полгода ждали вернуться на Рождество к родственникам. Но я не уверен, что эти люди, учитывая то, что в Лондоне сейчас такое количество вируса, хотят вернуться к родственникам в Латвию, заразить их и потом видеть их в больницу. Ну, судя по тому, что у нас все-таки растет заболеваемость, да, постепенно, да, но, не знаю, у меня есть такое ощущение, может быть, я не прав, что этот омикрон уже у нас здесь, да, так сказать, в каком он количестве, да, так сказать, тяжело сказать, но вот похоже. У меня есть такое ощущение, потому что иначе это было бы не очень логично, что с учетом роста все-таки от этого охвата вакцинации, и многие делают и букстерную прививку, 266, если не больше, тысяч переболело, а мы видим, что заболеваемость медленно, но верно растет, такая тенденция. Она растет не за счет омикрона, это точно пока что. У нас всего 32 случая омикрона, подтвержденные только пять из них, это локальная циркуляция, да, мы видим, мы секвенируем достаточно хорошо сейчас положительные результаты, это пока что все дельта, но по нашей модели мы можем ожидать, что к 20 января омикрон издоминирует дельту в случае, если вот Рождество будет плодородным периодом для мультипликации омикрона. Ну, опять же, учитывая то, что вы говорили раньше, неделю и, по-моему, даже две назад, по большому счету, а, нет, как раз две недели назад вы говорили о том, что нет смысла ограничивать полностью вакцинированных, сейчас, видимо, ваше отношение поменялось и относительно этой позиции, да? Наша модель до сих пор показывает, что если брать по вниманию исключительно дельту, то вакцинированных в принципе нет смысла ограничивать за исключением вот больших мероприятий с потенциалом суперспрейдинга, да? В принципе, нет смысла. Но с омикроном, в принципе, с точки зрения вот при принятии решений, в моем понимании, сейчас нужно вести себя так, как будто вакцины не спасают от омикрона. Я думаю, что вакцины очень хорошо защищают от госпитализации при омикроне, но учитывая, сколько из нас заразятся омикроном, все равно это количество госпитализаций будет запредельное. Поэтому пока что нужно максимально осторожно себя вести. Простите, я не совсем понимаю, давайте уточним. Считается, что омикрон липнет в принципе одинаково как к привитым, так и не к привитым. То есть, по большому счету, вот те самые мероприятия, упомянутые вами, где собираются только привитые, там спрейдинг может произойти как запросто вообще, на раз-два. То есть, ограничивать надо всех абсолютно. вакцинированных нет смысла ограничивать, если бы у нас была только дельта. Но сейчас в мире омикрона мое мнение поменялось на 180 градусов, как, я думаю, большинство людей в сфере. Потому что омикрон внес полные коррективы. Хорошо, остается буквально пара дней до принятия окончательного решения, ну вот как мы будем жить в ближайшее время, позиция... Какие пара дней? Уже завтра заседание Кабинета Министов. Уже известно, какую позицию займет ваш отдел? Ну, наш отдел, мы занимаемся вакцинацией, мы не занимаемся эпидемиологией. Да, это СПКЧ, какую позицию займет, да? Я не знаю, что скажет СПКЦ, то, что я буду говорить, и моя позиция, это людей из Великобритании можно впускать, но надо их тестировать и карантинировать, и нужно ввести командантский час на весь праздничный период. Я достаточно уверен, что это даст нам время увеличить масштабы повторной вакцинации и замедлит волну Америкону. Да, ну, насколько я понимаю, если я не прав, то все-таки у вас есть контакты с самим министром здоровья господин Павлицем, который недавно сказал, понятно, что он поторопился, может быть, действительно был тоже настроен оптимистично, что никакого локдауна и комендантского часа на Рождество не будет. Вот теперь представьте, что пройдет несколько дней, я понимаю, что вы не политики, он скажет, ну, знаете, я там слово пошутил, я опять поторопился, да, ну, вот мы же, может быть, я не прав, но у меня есть такое ощущение, что все-таки на локдауны комендантский час или просто даже на комендантский час все-таки коалиция сейчас не пойдет. Может быть, я не прав и завтра мы увидим противоположное решение? Ну, я думаю, может, если они увидят мои графики о том, что будет, если они не пойдут, то они поменяют свое мнение. Никита, нам пришел, ну, не то чтобы вопрос, мнение такое в комментариях под нашим прямым эфиром на Фейсбуке. Нет в Латвии таких возможностей, как в Великобритании, по тестированию и выявлению новых штаммов. Так ли это? Отстаем ли мы в этом плане? Ну, не совсем. Я думаю, человек ссылается на то, что мы меньше положительных тестов секвенируем. Это так, Великобритания секвенирует, мне кажется, 60%, мы меньше. Но единственная, может, хорошая новость про омикрон, это то, что не нужно секвенировать, чтобы понять, это омикрон или дельта. Есть более простая методология, которая базируется на вот этих ПЦР-тестах. Я уверен, что определенному количеству наших слушателей хочется задать этот вопрос, я его озвучу. Что такое секвенировать? Секвенирование – это когда ты берешь собственно генетическую структуру вируса и смотришь на состав вируса. Ну, ощупляешь ее, смотришь, что там, да. Лучше бы не спрашивал. Честно говоря, понятнее не стало. Кроме того, что, в общем-то, положение серьезное и, судя по всему, придется, в самом деле, готовиться к ужесточениям на праздникам. И Абек правильно вспомнил, буквально же на днях вот вышли и сказали очередной раз. Я вот не понимаю, кто этих политиков тянет за язык. Вот, казалось бы, политик, ты должен максимально как-то вот избегать прямых и точных ответов. Мы считаем, что на праздники ограничений не будет. И вся страна такая, ху, классно, наконец-то, отметим. И тут вот, на тебе, прилетает. Остается... На самом деле, две недели назад был повод для оптимизма, южноафриканские данные были достаточно хорошие. И то, что мы видим сейчас в Великобритании, это то, что мы не видим ни с одним другим вирусом, за исключением кори. То есть, такой уровень распространения. Понимаете, когда за две недели Лондон на 80% наполнен омикроном. Это что-то беспрецедентное, и поэтому, к сожалению, мне самому не нравится так резко менять решение. Но поэтому, чтобы не вредить бизнесам, я думаю, что лучше сейчас комендантский час на Рождество, чем полный локдаун на рестораны и все другие бизнесы после новогоднего года. Так, Никита, речь не о вас, речь о политиках. Вы ученый, вы оперируете совершенно другими категориями, совершенно другими научными данными, что остается нам только каждый раз, раз в неделю, по крайней мере, спрашивать у вас, ну как там, что показывает ваша модель, что вы как профессионал, как ученый считаете, и надеется на то, Ну что ж, по-любому надо вакцинироваться, те, кому пришло время, нужно делать буксинную прививку, это все не отменяет, так сказать, того, что мы сейчас обсуждали. Никита Троянский у нас был на прямой связи, большое спасибо. Большое спасибо, хорошего дня, мы продолжаем, и Никита только что упомянул фразу, как вот там вот отражается ситуация на бизнесе, как раз об этом мы поговорим, наш следующий гость, президент Латвийской автомобильной ассоциации Андрис Кулбергс, и пообщаемся о том, как рост цен на электричество, не только же у нас есть омикрон, а как цен рост на электричество отразится на продажах электромобилей, на том самом зеленом курсе, который мы взяли, и на развитие сети электрозаправок, так что оставайтесь с нами, мы вернемся с Абиком в эфир буквально через парочку минут.